Егор Борисов огласил ежегодное послание к Госсобранию, общественности и всем жителям республики. Послание руководителя региона является важным стратегическим документом, задающим вектор социально-экономического развития республики. Традиционно в документе отражены вопросы бюджетной политики, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развития местного производства, сельского хозяйства и основных отраслей экономики. Большой раздел посвящен деятельности властей по повышению качества жизни населения. В ходе выступления глава объявила о том, какому приоритетному направлению будет посвящен в республике предстоящий 2018 год. С нами на связи из Дома правительства Любовь Васильева. Люба, здравствуйте, вам слово. Юлия, здравствуй. Все задачи решимы. Руководитель республики поставила новые задачи для развития всего региона на предстоящий год. Егор Борисов выступил с ежегодным посланием к госсобранию Илтумен общественности и гражданам Якутии. По всем новым направлениям развития он призвал власти и общества к мобилизации, преодолевать трудности, достигать большей производительности с меньшими затратами. Егор Борисов говорил о продолжении работы по поддержке развития местного производства, по созданию экспортного центра, по перезагрузке институтов развития бизнеса. Также он заявил, что дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в республике сохраняется, поэтому необходимо усилить трудовую мобильность. И объявил следующие годы в республике годом содействия занятости. Илтархан традиционно коснулся вопросов и бюджетной политики. На 2018 год приоритетом бюджета сохраняется социальная политика. Правительству республики поручаю обеспечить сбалансированность бюджета, не допускать кассовых разрывов. Также обращаюсь к главам муниципальных образований с просьбой ответственно отнестись к расходованию средств местных бюджетов, принятые аналогичные меры на муниципальном уровне. Политика в области межбюджетных отношений в 2018-2020 годах будет ориентирована на создание условий для активного вовлечения населения в решение вопросов местного значения на принципах так называемого инициативного визитирования. Со следующего года в нем смогут принять участие все районы республики. Бюджетное финансирование будет увеличено в 2018 году с 32 миллионов рублей до 500 миллионов рублей. Также руководитель региона отметил важность политики в области ЖКХ. Механизм концессии будет и далее поддержан. В послании Егор Борисов озвучил основные новые векторы развития в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Также он подвел итоги года экологии и молодежи. Нам уже сейчас необходимо определить направление этой работы. Ее движение должно быть таким. Якутия доброжелательна к детям. Сейчас мы закладываем кадровый потенциал, который обязательно выстрелит через некоторое время. Только благодаря этому мы сможем выдержать условия глобальной конкуренции и преуспеть в них. Это и есть смысл нашей работы по поиску талантов, начиная со школьного возраста, стимулирование творческого участия молодежи в многочисленных конкурсах, олимпиадах по гуманитарным и техническим направлениям, международных соревнованиях по профессиональным компетенциям WorldSkills, научных проектах, деловых игр. Спасибо за информацию. Напомню, с нами на связи была Любовь Васильевна.